Семья Брагинец заняла первое место в конкурсе. Жюри поразила их история. Два года назад муж с женой усыновили трех братьев афроамериканцев, а чуть позже еще двух украинских мальчиков. Получилась большая и колоритная семья. А такой многодетная мать мечтала давно. С детства мечтала очень сильно сирот, очень люблю сирот. Это моя мечта, моя жизнь. Наверное, Бог мне положил такую мечту, миссию на сердце. Очень люблю своих детей. Они настолько все умеют делать, настолько любят родителей, настолько помогают. И они отличаются, мне кажется, от таких детей, которые рождаются, тем, что они ценят. И вот на улице они «мама, ты самая красивая!» кричат. «Я тебя люблю тысячу раз на день!» Самому старшему сыну семьи Брагинец 11 лет. Самому младшему сегодня исполнилось два года. Супруги вспоминают, дети с первого дня стали называть их родителями. Многодетный отец Алексей детей стремится научить всему, что умеет сам. Есть кого научить, как любить в дальнейшем свою жену. Я стараюсь жене во всем помогать. Дарю ей часто цветы, и для них это ново. Ну и плюс передать мужские навыки. Мы любим вместе рыбачить, ездить на велосипедах и любим путешествовать по Украине. Ребята, в свою очередь, стараются помочь родителям по хозяйству. Я придумал, чтобы помогать. Меня сначала научили, а потом я начал помогать. Потому что маме одной тяжело убирать. В конкурсе на лучшую семейную историю приняли участие 18 приемных семей со всей Украины. Все они о том, как дети с трагической судьбой обрели заботливых родителей. Победители выбрали в двух номинациях – фото и видеоистория. Призеров наградили ценными подарками и грамотами. А после – развлекательное представление от запорожских казаков. Организаторы конкурса «Благотворительный фонд «Счастливый ребенок» говорят, главная цель – рассказать истории многодетных семей, чтобы они вдохновляли других на доброе дело – дарить родительское тепло детям. Они все достойны уважения, потому что то, что они делают – это герои. Действительно, в зависимости от политической ситуации, они руководствуют своими чистыми помыслами, своей мечтой. Просто делают, создают, делают наш мир лучше. Конкурс семейных историй проводится второй год. Организаторы надеются, что в будущем его удастся сделать традиционным. Продолжение следует...